Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня мы заскочили в ресторанчик, который называется Дат Виэт, что можно перевести как Вьетнамская земля. Здесь очень интересное и представительное меню. Особенно мне понравилось то, что, как всегда, здесь есть аквариумы, то есть можно прям живьем что-то выбрать, а во-вторых, еще и довольно много всякого мяса, то есть и свинья на ребрах и прочее-прочее. И здесь есть необычные, как всегда, вещи, плавающие в аквариумах. В частности, я мурену уже видел. Давайте проверяйте этот ресторанчик. Приходя в ресторан, где есть аквариумы, вы проверяете первым делом, конечно же, те самые аквариумы. Здесь есть вот креветки и прочие вещи, но нужно смотреть, а что есть необычного. Я здесь заприметил мурену и угрей, что уже неплохо, их сегодня обязательно закажем. Во-вторых, креветочки мы тоже закажем, чтобы проверить, а вот насколько они их хорошо готовят. А вот действительно ли здесь повар понимает, что она должна быть той самой хрустяшкой? Ну и плюс в меню, конечно же, присутствует еще очень много всякой свинины на ребрах и так далее. Давайте, для начала, вот как раз три позиции. Креветки, угри и мурена. Вот это тварь! Вот это я понимаю. Креветки уже у нас подъехали, а я смотрю и листаю меню, и особенно дорогих блюд, вот не вижу, серьезно. Практически средняя цена блюда около 80 тысяч донгов, что, в общем-то, неплохо за порцию. Потому что есть, конечно же, здесь набор для, значит, пятерых человек. Вот он стоит 480. Это серьезный уже как бы набор. А в основном, да, 50, 70, соточка вот здесь вот. А креветки вот эти вот, 300 грамм, нам обошлись в 126 тысяч донгов. Что, в общем-то, неплохо для 300 грамм креветок. Еще и овощички есть. Давайте пробовать. Нормально ли нам приготовили? Хрустяшка ли? Да, и это же, конечно, из аквариума живые креветки. Поэтому ценничек. А, кокули-то почищены? Зацените. То есть это не просто кинули так, а подготовили. Все в порядке. Слушайте, отрывается. Да, это несравнимо с тем, как чистятся какие-то замороженные, знаете, еще что-то. Нет, здесь все легко и непринужденно. Панцирек снимается. Оп-оп, все, вот она готовенькая. Заценим. Если передержали, то самую малость. Качественная, хорошая хрустяшка. Вопросов нет. Мы попросили под чесноком. Под чесноком, собственно, и получили. И вот, действительно, отличие свежей креветки от какой-то перемороженной и так далее. Панцирь чистится в секундочку. А теперь с соусом. Тот самый, со сгущенным молочком. О, а здесь сгущенки явно не пожалели. Смотрите, как тянется соус. Ничего себе. Ммм, свежая креветочка с этим соусом. И это, это отличная штука. А учитывая еще приличного размера гарнир, надо сказать, потому что овощей положено неплохо. Давайте-ка разберем, что здесь у нас. Помидорка есть. Огромный лист салата есть. Ага, вот эта кисленькая, интересная трава. Вот эта вот. Ее обязательно здесь попробуйте. Сами стебельки не надо. А вот именно что листики, вот эти вот, они таким свежим ароматом обладают. Это водный шпинат. Это, по-моему, вообще листик от Монни Глори, нет? Или какой-то другой. Короче говоря, тоже местная симпатичная трава. И еще одна трава. Тоже приятная. Я их всех пробовал. Знаете-ка, вот этот кустик прям хочу съесть. У нее слегка медицинский запах. И вкус тоже. Я, пожалуй, погорячился съесть вот весь этот куст в один раз. Это очень необычно. Я бы вот в следующий раз вот эту траву заприметил, я бы по листику ее ел и добавлял бы вот так вот вместе с креветочкой. Да, черт возьми. Это приятно. И не прибавить, не убавить. Это отличные свежие креветки. С неплохим разнообразием. И трава отдельная, и соус отдельный. Да и, в общем-то, недорого, я считаю. За живых-то особенно креветок. Которые вы видели, что плавали 5 секунд назад, и для вас их выловили. Огонь. А нам что уже подъехало? Сейчас посмотрим следующее блюдо. Ромка, как всегда, у нас не парится и подъедает целиком. Ну вот так вот, вместе с панцирем, да, Ромка? Расскажи, пожалуйста, зачем ты так ешь? Почему? Потому что я ленивый. Тебе серьезно впадло чистить? Слушай, ну и вот как ощущение, когда ешь полностью? То есть, может, людям-то тоже зайдет как бы? Вот расскажи. Это как снэк для, там, какого-то напитка, как чипсы ты ешь, то же самое. То есть, я делаю панцирь, и они дискомфорта никакого вообще не доставляют. Они легко прожалуются, в них свой вкус какой-то присутствует. То есть, мне даже нравится. А вот он подъехал и угорь. И, честно говоря, в очередной раз я убеждаюсь, что если специально каким-то образом не просить их приготовить саму тушку, то всегда будет нарублено. Вот они любят крошить что курочку, что рыбку, и угря, и ту же черепаху вы закажете, и это будет все прям в мелочь, в мелочь нарублено. То есть, для этого нужно как-то, значит, с помощью, например, того же Google-переводчика просить, приготовьте целиком. Потому что я сейчас специально не просил, именно исходя из тех соображений, чтобы посмотреть, а как у них здесь это подается в этом ресторанчике. Ну и да, как обычно. Вот такие маленькие кусочки они тут наделали. Вот как теперь ковыряться? Непонятно. Это очень вкусно, но вот действительно малюсенькие кусочки приходится вот так вот подъедать. Надо сказать, что никаких костей, кроме хребтинки, поэтому обсасывается все вокруг легко. И это отличный угорь. Угря я попросил под кисло-сладким, и он и есть кисло-сладкий. Прям отличная рыбеха. Другой вопрос, что выглядело бы это немножко получше, если бы, на мой взгляд, лежали две такие полутуши, и рядышком вот тот же самый салатик. А из чего он состоит, кстати? Давайте заценим. Так, ну лучок понятно. Затем ананас. Довольно при... Слушайте, а тут приличное количество ананаса. Серьезно. И вот еще кусок. Такое впечатление, что полуананаса сюда положили. Затем болгарский огурец. Вот опять не устану повторять. Серьезно. Вот это самые здесь огромные огурцы, которые они везде продают. И вот нет, чтобы готовить наши, знаете, как вот тоненькие такие малюсенькие огурчики. Нет, это толстошкурная хреновина, которые уже, ну прям, семечки вот даже приходится им вырезать, потому что дальше это уже будет перезрелый огурец. Ну и сам угорь, собственно, он что? Он та громовка, которую мы и заказали. Еще вот помидорка тут есть, да? Да, вот еще помидорка. В общем-то, неплохая зельнюха. И это кусочки, я так понимаю, Morning Glory, но что-то совсем мало их положили. Ананас-то свежак. Как бы я ел это блюдо? Сначала бы съел угря, перемежая его болгарским перцем и лучком. А потом, скорее всего, огурчик и вот ананас. Уже как десерт. Да, огурец не жареный, огурец, считай, свежий. Просто в подливочке вот в этой. Нормально. И Morning Glory. Это не Morning Glory, это сельдерей. Кстати, он сюда очень даже в тему. И шлифануть все это дело помидоркой. Слушайте, молодцы. Хороший набор овощей, салатик прям огонь. Лучок вообще отличный, потому что он как раз-таки хрустящий. Кашка осталась, но уже остроты никакой. А учитывая цену в 144 тысячи донгов, да нормальное блюдо. Где еще полноценного угря съешь, как бы еще и с салатом. Серьезно, это наесться. По скорости обслуживания, пару слов. Креветки принесли буквально через 10 минут. Угря принесли через 5 минут после креветок. И, соответственно, где-то 20-25 минут прошло. А мурена еще не подъехала. Ждем мурену. Вот ее я попросил очень-очень острую. Посмотрим, как мурена будет разделана. Я боюсь, точно так же намельчат. Ну и не страшно. Господь с ним. Вот, а мурена подъехала как надо разделана. На медальончике. Все в порядке. Действительно, здесь понятные куски для съедания. Выглядит, кстати, надо сказать, прям вот действительно много ее. К ней подается отдельный, опять же, соус. То есть у нас уже накопилось, смотри, сколько соусов. Значит, вот это соль с лаймом, это чили рыбный, это у нас со сгущенкой. И, естественно, это все в двойном экземпляре. Это прям действительно достойное количество, во-первых, соусов в седе. И здесь, что мне нравится, они не пожадились на количество лаймов. Здесь добрую треть такую лайма нам сделали. Давайте, как всегда, к рыбе. Ну вот, когда так пожиже, когда побольше лайма, это прям приятно. Потому что иногда подают такой уж малюсенький кусочек лайма, что там прям черпаешь соль. А здесь все-таки разводить надо. Вот. А, тут еще и чили есть. У них прям сборная такая штука. Вот, соль растворяется в лайме, и вот сюда уже макать, а не зачерпывать чисто соль. Эх, прям разбегаются глаза, какой бы кусочек попробовать. Ну вот давайте, такой ближе к хвосту, очевидно. Симпатичная штука. А нет, давайте сначала так просто. Какое мягкое. Вот знаете, кто пробовал зубатку, тот меня поймет. Это растекается, как зубатка в супе. Вот прям очень нежная. И пожарена хорошо. Снаружи корочка такая, небольшая, хрустящая. А внутри нежный, как паштет мясо. Очень приятная штукенция. И, надо сказать, сама по себе уже хороша. То есть, у нас миллионы еще соусов. Ну, хорошо, они повторяются. Но, тем не менее, прям действительно классно. Я вот хочу кусочек так вот отломить. Вот, например, вот этот вот. И вот так вот, значит, с этим лаймовым еще соусом. Великолепное блюдо. Слушайте, мурена классная штука. И вот, знаете, что интересно? Практически каждый раз, когда я пробую мурену, а я пробую ее уже, на моей памяти, третий раз в ресторанах, сам еще не готовил. Кстати, надо будет обязательно приготовить. Пишите в комментах, хотите, чтобы я собственноручно приготовил мурену, и мы бы поняли, в чем разница именно вкусов. То есть, передерживать, не передерживать. Мы купим парочку мурен и поэкспериментируем. Обязательно в комментах оставляйте. И оставляйте в комментах, как бы хотели вы ее приготовить. И вот еще хочется из меню попробовать, посмотреть, как они здесь все-таки свининку-то готовят. Поэтому закажем вот такие ребра, но они мне сразу сказали, типа, чувак, эти ребра будут раздербанены на части. То есть, это вот, к сожалению, не одна такая большая плашка ребер. Ничего, подождем. Чуть было, не забыл сказать, шикарная вот эта мурена на килограмм с копейками обошлась в 400 тысяч. А здесь поесть двоим. Это хорошо. Это очень хорошо. Это замечательно. Здесь подъехали ребра. Это, конечно, господа, да. Это то, что мы сейчас попросили из меню. Это стоит 90 тысяч. И самое главное. Я знал, что это... Мне сказали, что будут порезанные ребра. Вопросов нет. Я думал, что порезанные они будут вдоль, и это будут длинные ребрышки. А здесь такое впечатление, что это два просто ребра. И их еще и, значит, то ли нарубили, то ли как-то. А вот это, пожалуй, провал. Потому что, смотрите, во-первых, здесь вообще конкретно две ошибки. Первое. Это блюдо должно выглядеть как на картинке. То есть, это во всех ресторанах принято. И я думаю, со мной никто не будет спорить, что как оно сфоткано, так оно должно выглядеть у тебя на тарелке. Логично? Логично. Смотрите на фотку. Вот оно. Я поэтому-то и заинтересовался изначально. Думаю, вот бы мне такой шматок-то мяса с кучей ребер. Пожалуйста, не вопрос. Класс. Здорово. И я уже, будучи искушенным человеком здесь, естественно, понимаю, что зачастую здесь люди ошибаются как раз-таки вот таким вот образом. Не часто. Надо отметить не часто. Тем не менее, я спросил, типа, а это вот прям так выглядит? Она говорит, нет, будет порезано. И второй момент. Порезано. Я не уточнял, как. Но я действительно думал, что будет длинный просто на ребрах. А такой я здесь уже встречал. Пожалуйста. И не вопрос. А принесли мне вообще что-то третье. Это полный провал, господа. Посмотрите. Это действительно небольшое количество мяса на ребрах. Ну, вот смотрите. Вот ребро. И сколько там вокруг него мяска. Малюсенькие кусочки. А это вообще просто вот, просто ребро. Здесь и мясо-то, считай, и нету вот это одна голая кость. И вот как бы на этом, собственно, все и заканчивается. Понимаете? Ну, я понимаю, ребрышки и так далее. Но здесь все-таки это блюдо стоит 90 тысяч. А здесь нормальных кусочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, и это можно считать за одиннадцать, не знаю. И за девяносто тысяч. Вот, на мой взгляд, это многовато. Во-вторых, порезано. В-третьих, не так, как выглядит. И действительно дороговато. Гарнирчик, как всегда, вот этот стандартный. И понимаете, здесь вот, в данном конкретном случае, он не спасает. Три помидорки и... А, и все. А другой-то травы и нет. Два листа салата и три помидорки. Здесь как-то еще и победнее. Слушайте, это провал. Потому что есть... Вот я схватил кусок, а здесь кость. Здесь кость. Ну, вот я попытаюсь от нее что-то отголодать. Вкус стандартный. А и, собственно, и как бы и все. Вот я сделал три микроукусика. И ребро на этом закончилось. По вкусу, надо сказать, неплохо. Действительно вкусная, грильная, слегка сладенькая. Отличная свинья. Я бы вот такое съел. Но только дайте мне ребро нормальное. Или дайте вот мне ту штуку, которая, в конце концов, у вас в меню нарисована. Это да. Что вот с этим делать? Я не очень понимаю. При этом блюде. Если в остальных это было вполне себе понятно. Ну, помидорка, ладно. Вот так вот можно, знаете, с аквариума попробовать вот все замечательное. А из меню, значит, что-то попробовал. И такой вот, значит, фейл. Нет, не гоже, не гоже. Хорошо. Давайте-ка мы сейчас, как всегда, рандомное блюдо в конце попросим из меню, опять же. Как всегда, для начала посчитаем количество страниц. 13 напитки, пускай тоже будут участвовать. 13. Выберем случайное число. Окей, Google. Выбери случайное число от 1 до 13. Семерка посередине бьет. Вот мне все всегда говорят, что в середину бьет. Давайте считать. Раз. 6-7. Сколько здесь у нас блюд? 14-15. Слушайте, а здесь, походу, мы что-то выбрали. Хот-поты какие-то. И здесь половина чего-то. И просьбе здесь дорогущие какие-то блюда. Окей, Google. Выбери случайное число от 1 до 15. О, 3. Окей, смотрим. Раз, два, три. Ну, хоть меня Google на деньги не выставил. Потому что здесь есть такие сумасшедшие позиции. По 350, что-то там 390. Так, раз, два, три. Стоит 70. Хоть бы понять, что это такое. Закажем. А вот это и тот самый случай с рандомом, когда действительно попадаешь на неожиданное. Я понимал, что это будет курочка. Ну, там слово «га», оно как раз означает, что это курочка. Ну, в данном случае это куриные ноги. А именно, что лапы. Вот те самые, которые нужно обгрызать вот кожу по кругу. И не более того. То есть, вот это блюдо, конечно же, да, на любителя. Вызвался груздем. Поедай лапы. Давайте пробовать, что делать-то. Откуда начинать это обгрызать вообще? Вареная шкурятина. Они нам принесли пару соусов. Нас тут двое просто, Ромка и я. А здесь, смотрите, другой, кстати, соус. Здесь соль по-другому выглядит. Тоже надо выдавить хорошенько лайм. Вот так. Ага. Слушайте, такое впечатление, что там как будто бы какой-то крахмал загущается в секунду. Вот это серьезно сидение и обгладывание. И не более того. Да, никакого мяса здесь, конечно же, нет. Это исключительно кожа. И вот, может быть, какой-то хрящички изнутри чуть-чуть. Сколько из наших людей это нравится? Я вот специально оставлю закрепленный коммент в этом видео и спрошу. Люди, голосуйте за вот такое блюдо. И посмотрим, сколько будет за, сколько будет против и ваше мнение по поводу вот такого, значит, блюда. Что бы было, если бы у нас в России такое подавали? Было бы интересно. По итогу можно сказать следующее. Очень нам повезло с дневной сменой. Потому что девушка, которая нас обслуживала, официантка, днем, все было ей и обсказано. Она, точнее, нам обсказывала и рассказывала. Все отлично, все замечательно. И блюда-то вкусные. А вот потом произошла такая перемена. Видимо, сменился персонал. Я уж не знаю, на кухне тоже ли они сменились. Но после этого, как раз-таки после пересменки, приехала вот та самая свинина на ребрах. Которая меня, честно говоря, в небольшой шок повергла. К куриным лапам, ну, это претензий нет, такое блюдо. Но самое главное, мы попросили упаковать нам с собой. И мы уже полчаса, а то и больше 40 минут тут сидим, ждем. А никто к нам так и не подошел. Хотя нам сказали, да-да, упакуем, ага, и все. Могу рекомендовать исключительно дневное посещение этого ресторана. Вот пока что вот таким вот образом. А вот в дневную смену, ну вы ж видели, да это огонь, да это классно. Все блюда из аквариума просто замечательно. А из меню вот началось такое. С чем это связано, вот сложно сказать. Поэтому я вам говорю конкретно, как происходят дела в конкретном именно ресторане. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Еще раз, упакуйте нам, пожалуйста, это все с собой. Вот, видишь, человек говорит окей. Только до этого 40 минут окей было точно так же сказано просто другой девушкой. А вот оно до сих пор, вот вы видите, еще и не упакованная мурена, не упакованный угорь. Свинина и прочее. Вот как, спрашивается. Вот как. Непонятно. Вечей. Какой ты громкий товарищ. Спасибо тебе, дружище. А они прыгают? Нет. Извиваться может, а прыгать не будет. Ромка, да не бойся ее. У нас сдуло салат. Ромка, мой любимый салат улетел. Ну серьезно. Листик салата, все, в небытие канул. Все? Угу. Все? Что все? Все? Все. Ешь. Что все? Тоже надо вы... Твою мать. Твою мать. Продолжение следует... Продолжение следует...